Давайте теперь поговорим, как реализовать кодирование Хаффмана. Удалим наш словарь с тождественным кодированием. Заменим его на пока что пустой словарь-код. Алгоритм кодирования Хаффмана основан на использовании информации о частотах символов во входной строке. В нашем случае в строке S. Давайте мы эти частоты и посчитаем. Для этого мы воспользуемся классом Counter из модуля стандартной библиотеки Collections. Counter по своей сути это специализация словаря на случай, когда мы хотим отображать объекты в числа. Ну то есть для каждого объекта поддерживает счетчик, сколько раз он нам встретился. Чтобы посчитать, сколько раз каждый символ встречается в строке S, достаточно просто вызвать Counter от строки S. Следующий компонент, который нам потребуется для реализации, это очередь с приоритетами. Напомню, что очередь с приоритетами уже есть в стандартной библиотеке языка Python. И находится она в модуле HipCue. Как будет устроена наша очередь? Ну, очередь у нас будет представлена в виде списка из пар, где первый элемент пары это частота символа, ну а второй сам символ. Построим очередь с приоритетами, вызвав функцию Hippify. Ну а теперь можно с ней работать. Как устроен алгоритм кодирования Хапмана? До тех пор, пока у нас в очереди есть хотя бы два элемента, делаем следующее. Достаем элемент с минимальной частотой. Сделать это можно с помощью функции HipPop. И следующий за ним элемент с минимальной частотой. А затем добавляем в очередь новый элемент, у которого частота равняется сумме частот двух элементов, которые мы уже вытащили. Ну, а второй элемент какой-то. Пока сделаем его просто равным к конкатенации символов. Символы и их конкатенация, к сожалению, не содержат информации о структуре дерева, которая строит алгоритм кодирования Хапмана. Давайте мы эту информацию явно добавим. Для этого заведем два класса, Node и Leaf, где Node это внутренний узел нашего дерева, а Leaf, ну, соответственно, List. Чтобы компактно объявить эти классы, воспользуемся функцией NameTable из модуля стандартной библиотеки Collections. NameTable принимает первым аргументом имя класса, который мы хотим объявить, а вторым его атрибуты. У внутреннего узла у нас будет два атрибута, left и right, правый, пардон, левый и правый потомок, соответственно. Ну, а у листа у нас потомков нет, конечно, зато есть символ, который в этом листе записан. Как будем пользоваться объявленными классами? Пользоваться будем следующим образом. Вместо того, чтобы хранить в очереди с приоритетами символ или конкатенацию символа, будем хранить лист или узел. Соответственно, здесь у нас теперь не просто символы, а какие-то узлы. Назовем их левой и правой. А при добавлении нового элемента в очереди с приоритетами добавим туда новый внутренний узел, у которого потомки left и right, соответственно. После выхода из цикла while в очереди с приоритетами будет один элемент, приоритет которого нам не важен, а сам элемент — это корень построенного дерева. Чтобы получить кодирование Хаффмана, нам нужно дерево обойти, начиная с корня, и заполнить словарь code, который мы объявили. Второй аргумент метода walk я сейчас поясню. Давайте реализуем метод walk для класса node. Итак, второй аргумент — это префикс кода, который мы накопили, спускаясь от корня до данного узла или до листа. Таким образом, чтобы обойти внутренний узел, нам нужно спуститься сначала в левого потомка, добавив к префиксу ноль, а затем в правого потомка, добавив к префиксу единицу. Реализация метода walk для листа еще короче. Никаких потомков у листа нет, поэтому все, что мы можем сделать, это записать в словарь code построенный код данного символа. Давайте посмотрим на примере, что у нас получилось. Получилась у нас ошибка синтаксиса, потому что я забыл закрывающую скобку в вызове хиппуш, и похоже, что я также забыл передать туда очередь с приоритетами. Попробуем еще раз. ABCD, ABC. Ну, какой-то код мы получили, он совпадает с ответом со страницы задания, кажется, что все хорошо. Чтобы окончательно убедить себя в этом, давайте попробуем еще несколько примеров. Для начала закодируем такую небезызвестную строку, как абракадабра. Закодировать ее не удалось. Мы видим ошибку. Ошибка довольно странная. Лист нельзя сравнить со строкой. Казалось бы, откуда вообще взялось сравнение листа со строкой? Давайте разберемся. Очередь с приоритетами у нас использует двоичную кучу, поэтому единственное место, где происходит сравнение, это в вызове хиппуш. хиппуш добавляет в очередь с приоритетами пару, где первый элемент — это частота, а второй — узел. Пара в языке Python сравнивается лексикографически, поэтому, чтобы определить, куда именно нам нужно положить новую пару, мы сначала будем сравнивать первые компоненты нового элемента и уже имеющихся в куче, а затем вторые, если первые компоненты равны. Как будут сравниваться вторые компоненты? Второй компонент — это либо лист, либо узел. Лист и узел у нас реализованы с помощью name tuple. Name tuple, как следует из названия, тоже кортеж. Поэтому при сравнении листа с узлом мы будем сравнивать их поэлементам. Для начала сравним первый элемент. В случае листа — это символ, в случае внутреннего узла — это узел. Вот отсюда и берется сравнение строки символа с узлом leaf. Чтобы избавиться от этой проблемы, давайте изменим структуру очереди с приоритетами, так, чтобы мы никогда не сравнивали последний компонент. Для этого заменим пары на тройки, поместив между частотой и листом или узлом какой-то уникальный элемент. Для этого давайте уйдем от генератора списков и построим массив age с помощью цикла for. Итак, как выглядит наша тройка? Выглядит она следующим образом. Первый компонент — все еще частота. Второй компонент — это счетчик, который должен быть уникален для всех листьев. Третий компонент — это лист. Теперь можем гарантировать, что для всех листов в списке age второй компонент различен, потому что после каждого шага длина age увеличивается на единичку. Продолжим в том же духе при добавлении внутренних узлов. Здесь у нас теперь какой-то идентификатор. Он нам не потребуется. Вместо этого добавим сюда новое значение счетчика, инициализируем его размером, в нашей очереди, с приоритетами, ну а затем будем инкрементировать на каждом шаге. Кажется, все. Давайте посмотрим, сможем ли мы закодировать абракадабра с новой версией. Все получилось. Еще один пример, который стоит попробовать, — это строка длины 1, ну или строка, состоящая из одного и того же символа. Давайте мы для начала посмотрим просто на строку A. Закодировать строку A мы не смогли, несмотря на то, что условия задания того требуют. Давайте добавим небольшой подхак, чтобы все работало. Почему мы не назначили символу A никакой код? Да просто потому, что когда мы начали обходить наш корень, который совпал с листом A, мы инициализировали префикс пустой строкой и пустую строку же записали для символа A в качестве кода. Так как условия задания требуют, чтобы мы поступали иначе, давайте специально для этого случая будем записывать в лист нолик. Проверим, что это сработало. Ну и действительно все хорошо. Попробуем какую-нибудь строку подлиннее из повторяющегося символа. Мы все еще кодируем ее верно. Последнее, что стоит проверить, — это пустая строка. Строку из одной буквы мы уже посмотрели. Что же произойдет для пустой? Возможно, внимательно из вас уже заметили проблему, но теперь мы видим ее явно все. Проблема в этой строчке. Никто нам не гарантирует, что в очереди с приоритетами будет хотя бы один элемент, потому что если строка пустая, то очередь тоже пустая. Давайте мы обойдем этот случай и будем обходить дерево, начиная с корня, только если в очереди есть что обходить. Теперь для пустой строки все должно работать хорошо. Если там Ghostbusters старше, то давайте проверим .